всех приветствую на своем канале по вязанию сегодня я приготовила для вас еще одну повязку мне настолько понравилось вязать косами поэтому я решила сменить пряжу номер спиц и соответственно узор повязки сразу скажу что она получилась чуть толще предыдущей то есть это такая уже на такую прохладную сильно прохладную погоду вязала я ее из пряжи alize midi superlana это 170 метров 100 граммах код пряжи 652 и у меня еще была такая ниточка решила добавить чуть-чуть блеска ей смотрите здесь есть и люрекс и небольшие поэтки я вам вставлю картинку обязательно этой пряжи и уточню ее цвет по моему на маниклатуре она называется норка если я не ошибаюсь ее у меня было совсем чуть-чуть ее понадобится около 30 грамм вот этой пряжи общий вес повязки повязка получилась такая тяжеленькая 77 грамм я взвесила на весах то есть примерно 27 грамм вот этого и 50 грамм вот этой пряжи вот значит набирала я все таким же образом я набрала одно количество петель вязать ее очень быстро так как это здесь идут крупные спицы набрала связала первый установочный изнаночный ряд затем обратите внимание в лицевом ряду я всегда делаю прибавочки на косы чтобы косы не стягивали полотно чтобы вот этот край был ровненьким вот прибавляю петельки и вяжу две косы видите это две косички разделенные между собой изнаночными петельками и в отличие от повязочки которую я вязала буквально недавно здесь всего у меня будет 2 изнаночные и при разделении на 2 полотна я покажу как добавить еще дополнительные петельку чтобы вот здесь образовалась изнаночные кромочные и здесь было изнаночные и кромочные чтобы счет петелек у нас не сбавлялся затем конечно мы эти петельки с вами убавим когда будем соединять в обратное полотно довязываем до конца повязку и здесь я буду убавлять с вами в изнаночном ряду то есть в самом самом последнем я по рядам сейчас он даже и не скажу сколько я вязала но высчитывала так чтобы раппорт узора у меня закончился раппорт узора косички всего 12 рядов то есть здесь будут повторяться два перекрещивания так вот наверно вот так он выглядит да вот так правильно косичка идет смотрите здесь будет три сектора в косички по 4 петли то есть 12 петелек у нас идет косичка первое перекрещивание мы делаем на первом и втором секторе то есть перекрещиваем их и затем второе перекрещивание это будет второй сектор с третьим сектором из четырех петелек и вот таким вот чередованием у нас с вами будет вязаться повязочка долго я останавливаться не буду еще хочу сказать по длине до перекрещивания чуть больше 20 сантиметров вот каждый раппорт узора он занимает вот вот этот раппорт то есть в него хоть два перекрещивания 12 рядов это примерно 5 сантиметров то есть четыре перекрещивания у меня до разделения затем два вот этих раппорта это примерно 10 сантиметров до сюда у меня получилось чуть чуть больше 20 сантиметров потом мы вяжем два раппорта на вот этот перекрещивание и снова четыре раппорта до конца то есть общая длина повязки примерно 52 сантиметра естественно при посадке на голове она сильно стягивать не будет так как у нас не забывайте все чуть-чуть растягивается поэтому на размер 56 55 даже думаю 57 сядет довольно-то комфортно то такая длина повязки ну вот и все что я хотела рассказать в этом обзоре давайте приступим к вязанию на спицу номер пять я буду набирать 22 петельки самым обычным способом и набираю я на одну спицу не сильно затягивая нить вязать я начинаю с изнаночного ряда это установочный ряд в общий счет рядов он меня не входит снимаю кромочную далее вяжу одну лицевую и хотела еще сказать все петельки в этом ряду я вижу за переднюю стеночку дальше 8 изнаночных 8 изнаночных провязали далее 2 лицевые и снова 8 изнаночных заканчивается ряд меня одной лицевой и кромочные петли лицевой ряд меня начинается а теперь вот в этих косичка где у нас по лицевому ряду 8 лицевых я буду добавлять в каждую козу по 4 петли добавлять я буду во все нечетные петельки это 1 3 5 и 7 петля при бабочки делаю я таким образом поднимаю стеночку ниже лежащей петельки провязываю ее затем вижу петлю со спицы это первая при палочка вторую петельку я просто провязываю третье я вижу точно таким же образом четвертую пятую петлю при бабочка шестую провязываю седьмую петлю при бабочка и восьмую провязываю то есть из восьми петелек у нас получилось с вами 12 вижу 2 изнаночные и и снова начинается вот эти восемь лицевых прибавки делаю точно так же первую третью пятую седьмую петли и на том заканчиваем ряд заканчивается первый ряд после всех прибавок в косе изнаночная и кромочная то есть у нас по двадцати двум петелькам добавилось еще восемь общее количество 30 петелек теперь мы я же второй ряд по изнанке это кромочная лицевая далее идет 12 уже изнаночных затем две лицевые и снова 12 изнаночных заканчивается ряд у нас после этой косы лицевая и кромочная петля затем провязываем третий и четвертый ряд также по рисунку и встречаемся с вами в пятом ряду начинается пятый ряд теперь нам понадобится дополнительная спица мы будем делать первое скрещивание наша косичка делится на три участка по 4 петли в начале смотрите я снимаю четыре петли перед работой теперь вяжу следующие четыре петельки после этого провязываю снятые петли теперь довязываю косичку до конца то есть оставшиеся 4 петли из 12 далее две изнаночных и рисунок у нас будет повторяться то есть четыре петли перед работой вяжем следующие 4 петли с основной спицы и затем провязываем лицевые за заднюю стеночку дополнительной спицы заканчивается у нас пятый ряд четырьмя лицевыми петельками изнаночная и кромочная петля такие перекрещивания я буду делать через каждые шесть рядов не конкретно эти а вообще это еще рапорт косы не закончен то есть смотрите мы с вами провязали пятый ряд с изнаночной стороны у нас ничего не меняется все те же 12 лицевых он извините изнаночных у нас остаются на месте мы вяжем с вами получается 5 6 7 8 9 10 и в одиннадцатом ряду мы с вами встречаемся и делаем еще одно перекрещение 11 ряд косички смотрите теперь вяжем кромочные изнаночные и дошли до косы из 12 петелек теперь первые четыре петли я провязываю вот эти средние 4 петли снимаю на дополнительную спицу и убираю за работу и вяжу следующие 4 петельки и и только потом провязываю это лист дополнительной спицы 2 изнаночных и снова 2 коса у нас повторяют узор 1 4 петельки мы провязываем 4 лицевые затем снимаем 4 петли заст на рабочую за работу и вяжем оставшиеся 4 петельки косички после этого провязываем снятые петли все он на этом у нас одиннадцатый ряд закончен и как я говорил перекрещивание у нас с вами будут повторяться через каждые шесть рядов но смотрите сначала мы делаем через 6 это через 6 рядов это то есть вот мы сделали 11 11 12 13 14 15 16 и в семнадцатом ряду мы повторяем вот это первое перекрещение я постараюсь с вами встретиться и еще раз это все показать мне начинается 17 ряд и как я говорила у нас повторяется первое перекрещение вот я сразу дошла до косы и делаем как самом начале из 4 петельки мы оставляем перед работой вяжем следующие 4 петли теперь провязываем с дополнительной спицы и довязываем косичку до конца то есть наши оставшиеся 4 петельки вот такая видите краса у нас получается то есть еще раз хочу повторить что каждые 6 рядов у нас будут перередоваться первое и второе скрещивание в первом скрещивании мы первые 4 петли оставляем перед работой затем провязано 4 петли и затем снятые и заканчиваем четырьмя петельками второе скрещивание первые 4 петли мы провязываем вторые 4 петли мы оставляем за работой вяжем оставшиеся петельки и только после этого провязываем петли которые были сняты на дополнительную спицу вот наверное и все я постараюсь может быть вставить вам схему это узоры если будет чуть-чуть сложновато вот а пока продолжаем с вами вязать и вверх до разделение наших этих кос на 2 отдельных полотна у меня провязано получается 48 рядов это 4 раппорта узора по 12 рядов то есть у меня закончилась вторым скрещиванием и изнаночный ряд смотрите по сантиметрам это как раз чуть больше 20 сантиметров самой малость и теперь нам нужно провязать 10 сантиметров чтобы две косы у нас шли отдельно посмотрите как мы это сделаем также продолжаем вязать все по рисунку то есть у нас сейчас также начнется как и начало нашего вязания еще четыре ряда потом перекрещивание первое будет у нас задним исключением я обнулю вязание то есть сорок восемь рядов я провязала до разделения и теперь двадцать четыре ряда я провяжу отдельными полосками смотрите я дохожу до изнаночной петли вот она изнаночной петелька и мне нужно чтобы как и сбоку была кромочная и изнаночная петля поэтому вот так вот поднимая тушку еще раз покажу вот петля изнаночная я сделаю 2 изнаночных не смотрите вот так не ладошку провязала изнаночная петелька и затем провязала как кромочную петлю перевернула вязание и эти меня получилось кромочная лицевая тучи и также как начало теперь я буду вязать только вот эту полоску напоминаю на высоту 24 ряда то есть у меня также она закончится вторым перекрещиванием и плюс изнаночный ряд к нему затем мы обрежем нить и начнем вязать вторую полоску но на этом моменте мы с вами встретимся у меня провязано 24 ряда отдельным полотном то есть у меня также видите закончилась вторым перекрещиванием плюс один изнаночный ряд к нему теперь я обрезаю ниточку она нам больше не понадобится и мы переходим на вторую часть повязки и чтобы не снимать на дополнительные нити я просто вот так вот перевожу все петельки на вот эту спицу и теперь вот это вытягиваем здесь также сейчас мы сделаем при бабочку чтобы у нас образовалась как вначале кромочная и изнаночная петля ваше новую нить вижу сначала петлю эту изнаночную со спицы потом также поддевая дужку которая лежит на ряд ниже и провязываю видео изнаночной петлей так у нас образовалась на спицы 2 петельки и таким же образом продолжаю вязать теперь только эту половину то есть у нас начинается и заканчивается кромочная изнаночная до и после косички также вяжем ее на высоту 24 ряда затем мы будем объединять все полотно я провязала вторую полоску тоже на высоту получается 24 ряда здесь я ниточку обрезать не буду потому что она у меня пойдет вот так вот внахлёст и с нее я начну вязать первый ряд соединения вот эту полоску с обрезанной нитью я переведу на дополнительную спицу из просто так пересниму петельки вот так это все выглядит меня и смотрите теперь вот так я сделаю перехлёст и также начинаю продолжаю вязать напоминаю это будет у меня первый ряд соединения и смотрите в конце полоски нам нужно провязать 2 петельки вместе изнаночной петлей потому что напоминаю мы делали прибавку чтобы была кромочная и изнаночная петля ну как вы помните наш между косичками тоже 2 изнаночных было просто провязываем вот так вот их вместе изнаночные и как следует подтягиваем ниточки чтобы не было никакого зазора начинаем вязать следующую спицу также сначала провязываем вот эти 2 изнаночных вместе подтягиваем ниточки как следует и продолжаем вязать видите вот такой перехлёст у нас с вами получится и напоминаю что вязать нам нужно также 48 рядов то есть такое же количество рядов как было до вот этого разъединения полотна на две полоски просто продолжаем все вязать по рисунку затем петли я оставлю открытыми и соединию с помощью крючка единое полотно у меня сейчас идет получается 47 ряд после соединения сейчас у меня будет последнее скрещивание вот это как раз второе где скрещивается средние 4 петли и последние 4 петельки из косы но нам также как вы помните мы в первом ряду делали прибавочки из 8 петель мы получали 12 таким же образом нам сейчас нужно эти четыре петельки убавить при скрещивании это сделать достаточно трудно поэтому я буду делать бабочки уже в последнем в изнаночном ряду то есть 48 а пока довязываем 47 по рисунку и так последний 48 ряд смотрите с изнаночной стороны это у нас идет 12 изнаночных петелек и мы будем провязывать просто вместе провязывать также буду через одну петлю то есть смотрите первую вторую провязываю вместе третью вижу четвертую пятую провязываю вместе изнаночной пятую просто вижу шестую седьмую провязываю вместе 8 его со спицы 9 10 я запуталась 1 2 вместе 3 4 5 6 7 8 9 10 11 вместе да правильно все через одну мы если начали с первых петелек убавлять у нас как раз последний будет просто со спицы четная петля вот со вторых косу поступаем также 1 2 убавляем 3 провязываем без бабочки 4 5 убавили 6 провязали 7 8 убавили 9 провязали не осталось убавить 10 11 12 провязать то есть у нас из 12 петелек косы снова стала 8 петелек вот все коса у нас с вами готова теперь мы берем с вами крючок я возьму на пол размера поменьше то есть я возьму крючок четыре с половиной соединяем по изнаночной стороне нашу косу вот смотрите вот такой должен быть перекрест и вот так вот соединяем полотно спица должна быть позади вот этого полотна то есть не . должна быть с той стороны смотрите находим косичку то есть набранное вот они набранные петельки и начинаю соединять я не вот с этой косички а с боковой кромочной петли вот она у меня боковая кромочная и в нее я вытаскиваю первую петлю со спицы затем делаю дополнительную воздушную петлю теперь вхожу уже непосредственно под саму косичку и в петлю на спице и вот видите 1 2 3 3 петли соединяю 1 и спускаю эту петельку со спицы снова под косичку и в петлю на спице сильно петельки не затягивайте чтобы не стягивал вот этот вот шов всю нашу поверхность и так мы доходим до конца вот такая вот косичка у нас должна образовываться у меня остается последняя петля также хожу сначала в набранный ряд затем в кромочную на спице и соединяю все последней петлей затем обрезаем нить и для окончательного результата нам понадобится еще спица вытаскиваем ниточку это ой спица иголочка и вот эту обрезанную ниточку смотрите вот мы затянули вот нить идет и в эту же петлю я вхожу еще раз то есть вот она откуда выходит эта нить чтобы сделать дополнительную петлю для ровного края и уже после этого мы прячем все ниточки убираем кончики не забываем вот где перехлёст у нас также оставались ниточки мы хорошенько их под затягиваем петли и все пока прячем и после того как мы спрятали все ниточки убрали все кончики мы ее стираем сушим и у нас вот получилась такая вот замечательная повязка с перехлёстом если вам понравилось данное изделие бежать обязательно свяжите и вместе со мной всем до новых встреч пока пока